Три человека, водитель и два пассажира отечественной легковушки пострадали в результате столкновения Киарио и Лады 10 модели на пересечении улиц Хайдара Бигичева и Джоудата Файзи. Только вот кто же именно сидел за рулем десятки? Тут возникли споры между находившимися там молодыми людьми и автоинспекторами. Сотрудники ДПС были уверены, что за рулем сидел пьяный молодой человек, в то время как он утверждал, что управлял машиной его трезвый товарищ. Вопросов о виновнике происшествий не возникало. Водитель иномарки сразу признал вину. Мнение участников ДТП в материале Лины Зинатулиной. Как сказать то, что мы мясные? Вот как сказать ДПС, ДПППС? Мужчина, как сам утверждает, был пассажиром отечественного автомобиля. Говорит, с друзьями немного выпивали, но за руль он не садился. В момент столкновения сидел на пассажирском сидении, мало того, сзади. Рассказывает, при столкновении ударился головой о переднее сидение, разбил губу и сломал зуб. Уверяет, что прибывшие медики приехали на место быстро и видели, как он выходит из задней двери десятки. Однако у автоинспекторов на это своя версия. На скорой его увозят, со скорой привозят. Они его вытаскивают со скорой и говорят, ты был за рулем. А тот товарищ выходит из-за руля и говорит, а я тогда где был. Он также рассказал, что полицейские забрали его прямо из больницы и повезли на место происшествия. Говорит, начали ему доказывать, что именно он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сам молодой человек с этим категорически не согласен. Если докажут, что он был за рулем, ему грозит лишение водительских прав сроком до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. Но его друг, который был совершенно трезв, уверенно заявляет, что сам управлял транспортным средством. Помимо этого, Влада не принадлежит ни первому, ни второму. Ее собственник вовсе не находился на тот момент в машине. Теперь в этом предстоит разобраться с сотрудником ГИБДД. Водитель же иномарки в ДТП свою вину признал полностью. Я должен был им наступить, да, получается, у них скорость была большая и вот, получается, такая авария случилась. Тут был автобус, когда стоял, что-то переграждал. А, то есть он вам обзор переграждал. Ильган, водитель иномарки, рассказал, что двигался прямо по улице Джаудата Файзи. На пересечении с улицы Хайдара Бигичева должен был уступить дорогу Ладе. Но не заметил ее из-за перегородившего обзор автобуса. Когда уже выехал на перекресток, было поздно. Говорит, отечественный автомобиль ехал на большой скорости. Кто был за рулем, разглядеть не смог. Сейчас считает, что страховых выплат хватит. Чтобы восстановить пострадавшую машину, ремонт своего транспортного средства придется оплачивать самому. То дына цес.